Бросок. И гол. 1-0. Все-таки удалось пробить Францкевича кистом Югры. Убойный просто щелчок и счет открыт. Это защитник Хвостов отличился. Вышел на ударную позицию. Там опекали нападающих Югры, полевые игроки «Нефтехимика». И такой коридор образовался перед Хвостовым. Федоров. Бросок от тени линии и счет становится 2-0. Очень неплохой трафик перед Францкевичем сумели создать. Ханты-Мансийцы. Кто там? Томаш Староста зарядил от синей линии. 2-0. Как или иначе, счет в пользу Югры. И обе шайбы ханты-мансийская команда забросила, действуя в большинстве. Ну да, Томаш Староста забросил эту шайбу. Она никого не задела, как видите. Очень красиво. Но угол был слишком острый. А вот здесь уже никто не мог помешать поразить целезащитнику Блохину. 3-0. Евгений Блохин отправляет шайбу в ворота Дениса Францкевича. И мы констатируем, что все три шайбы у Югры в этом матче забросили защитники. Рикошет был от игрока Нефтехимика. Практически в упор Клаша бросал. Как успел. Да, вот момент у Клаши. Гол. Югра в полном составе, но буквально секунду спустя после этого шайба оказалась в сетке ворот ханты-мансийцев. Вот одну шайбу удалось отыграть Нефтехимику. Видите этот эпизод и автор заброшенной шайбы Игорь Бортников. 3-1. Может получиться контратака в меньшинстве у Нефтехимика. Два в одного выход. Передача, бросок и гол. 3-2. Наказали зазевавшегося соперника. Снова там Бортников участвовал в заброшенной шайбе. Давайте еще раз посмотрим, как это было. Бортников на этот раз выступил в роли ассистента. Он отдал последнюю голевую передачу. Александр Исламов делает счет 2-3. Ой-ой-ой-ой-ой. Как ошибается, грубо ошибается Франскевичей практически. Вот играли-играли. Нижнекамцы вроде бы сумели выровнять ситуацию на площадке, но получилось так. Иван Лекомцев делает счет 4-2. И вновь защитник отличается в составе Югры. Четыре шайбы заброшены. Все четыре заброшены защитниками и разными защитниками. Да, строго от красной линии бросил Лекомцев. Вот так вот Франскевич проспал эту шайбу. Цыбак. Ну, как бесхитростно. Там партнер был на дальней штанге. Можно было как-то качнуть вратаря. Цыбак прямо в него шайбу направил. Но все же счет изменился. Максим Пестушка делает счет 4-3. Мощная такая затяжная атака. Нефтехимика все-таки завершается взятием ворот. Разыграли очень здорово нижнекамцы. Отмечу вот эту последнюю передачу Цыбака в касание на Пестушка защитнику Югры. Пустые ворота нефтехимика. В 5 полевых игроков действует эта команда. Ну и пора ставить точку в матче. Так оно и есть. Счет становится 5-3 в пользу Югры. И это вот как раз финальный последний аккорд. Иван Хлынцев забросил эту пятую шайбу. И, видимо, он устанавливает окончательный счет нашего матча. 5-3 Югра побеждает нефтехимик. Передача из Артема Волянского номер 19. Шайбер Аблажа и Иван Хлынцев. Номер 1. Уважаемые партнеры. Шайбер Аблажа. Продолжение следует...